здравствуйте дорогие телезрители живого телевидения сегодня в очередной программе booking я ведущая анна масс хочу познакомить вас с очень интересным человеком с валентиной николаевной юсовой автор многих критических статей философских очерков с рассказов умница и эрудит настоящий интеллигент в самом высоком понимании этого слова она преподает литературу завидую вашим ученикам валентина николаевна недавно валентина николаевна закончила большую повесть о своем арбатском детстве повесть еще не опубликована но те кому посчастливилось ее прочитать считают что эта повесть будет событием литературной жизни вот об этом об этой повести и об арбате я и хочу сегодня поговорить с валентина николаевна валентина николаевна недавно я прочитала у писателя дмитрия быкова такую фразу арбат это миф созданный окуджавой как вы относитесь к этому постулату согласны ли вы с ним ну это скорее фраза действительно фраза легкого запоминающаяся фраза арбат действительно миф как мне кажется и это замечательно потому что миф это структурирующая жизни без нее жизни народа города улицы не бывает без мифа но это миф не созданный каким-то одним человеком это создавалось бог знает с каких времен это я не знаю еще с монгольского нашествия с того момента как некто на арбах вошел в москву а потом напугавшись чего-то вдруг резко повернулся и ушел той же дорогой обратно это такая судьбоносная улица такая судьбоносная дорога которая запечатлелась видимо в национальном сознании и сделалась знаковой как сейчас говорят и это вот с этого начинается миф а дальше начинается миф бытовой о всяких чудесах на арбате а министре петра первого яковой брюсе который летает допустим над арбатом об этом можно прочитать в книге о якове брюсе удивительном кудеснике московском и петербургском это повести вельтмана фантастические достаточно это практически вся московская литература так или иначе пи пистолярно в беседах собственных литературных произведениях она коснулась арбата арбат это философ андрей белый который жил на противоположной от меня стороне если вы помните там вот где до до магазина консервы помните был такой магазинчик консервы конечно оба же все там пили томатный сок но выжили да да я жила в староконюшном переулке и в этот дом где жил натурфилософ замечательный поэт андрей белый борис бугаев ходил мой сосед мой сосед будущий а тогда еще бывший а пока я вот вставала на ножки как говорит сын становилась человеком пока шла война и все остальное он сидел в лагере а потом пришло в 54 году и мне стали про него чего-то рассказывать и этот сосед владимир иванович даннов оказался не только старым зэком кашляющим и курящим самокрутки под стеночкой но и товарищем по философским беседам бориса бугаева и замечательного натурфилософом как я потом узнала правда безвестным не успел стать прославленным а в на арбате мой преподаватель тахо годий по литературному институту преподаватель античной литературы жила и там же жил алексей в 8 там огромное количество имен легендарных знаменитых низным удивительных всяких историй о которых можно рассказывать и об этом сейчас пишутся книги но книги все время пишутся вот о людях у которых есть имена в истории арбат для меня для той маленькой меня но сравнительно маленькая там жила до 25 лет начала вылезать на арбат где-то года в четыре удирать вместе со своими товарищами пацанами и девчонками выполнять значит на арбате интересно что там арбат для меня это был мир больших людей разных всяких мир моих товарищей это был мир драк путешествие по каким-то странным интересным магазинам лазание по каким-то забором подвалом каким-то всяким интересным местам разглядывания вкушения осязания понимания пугания смешного занят всякого для вас это был свой это был мир познания мира этого мир познания жизни мира вообще всякого непонятного и он был безумно интересен безумно от смоленки до арбатской площади он весь был прекрасен интересен и загадочен и я могла болтаться на арбате часами когда нужно было меня покликать на обед то моя сестра выбегала на арбат и начинала мне искать вот так вот так что миф арбата валентина николаевна я вернусь к вашей повести вашей повести очень много действующих лиц все они написаны очень зримо очень выпукло у каждого свой характер но самый интересный и самый обаятельный образ это образ вашего отца николая юсова фронтовика художника интеллигента первого поколения а вот может быть вы расскажете что-нибудь о вашем отце и почитаете что-нибудь из вашей повести о нем да конечно папа это главное лицо моей жизни когда-то такая поэтесса писательница лариса васильева сказала удивительную фразу вообще фразы это такие опорные точки замечательные кому удается сказать такую фразу на всю жизнь всем это большая удача вот она сказала такую фразу знаете ли вы почему девочки моего поколения часто очень поздно выходили или вообще не выходили замуж они искали в мужчинах своих отцов фронтовиков солдат героев она абсолютно права таким героем моей жизни не только моей жизни моих подруг моей сестры был мой папа николай андреевич юсов действительно художник младший научный сотрудник института этнографии академии наук ссср абсолютно незнаменитый в общем мире человек его знали только этнографы и те кто издавал книги с его иллюстрациями которых было тысячи 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 ни один художник и института стопы не делал сам он сирота приютский жил он вырос он в приюте не смеянов скам приюте в сокольниках потом когда в семнадцатом году началась революции втасать из приюта вытолкнули в жизнь он пошел работать на завод был рабочим там обнаружили его талант художника и направили его во вхутемас по путевке и он учился во вхутемасе закончил его и у него в общем было какое-то видимо будущее как у художника или станковиста или графика потому что в сорок первом году и вот сейчас я об этом расскажу почитаю ему даже ему было прислана был прислан вызов в ленинград тогдашний в ленинград в академию художеств его принимали без экзаменов он уже собственно становился студентом академии художеств и вот я сейчас почитаю маленькую историю про начало войны про то как мой папа ушел на войну и что было вообще в это время когда отец уходил с ополчением на фронт мама его заставила надеть новый серый костюм совсем новый еще ни разу не надеванный и голубую рубашку с серым в полоску галстуком отцу все это очень шло сидора вещь мешка в нашем доме не нашлось и мама отцу собрала дедов докторский саквояжек вообще-то у отца была бронь в марте ему пришло извещение что он допущен к экзаменам в ленинградскую академию художеств и папа еще в конце мая должен был быть в ленинграде но мама так плакала и сердилась она только что в общем родила сашку моего старшего брата что остается в москве одна с детьми а он то есть папа будет в рай в ленинграде развлекаться что отец никуда не поехал но бумага из академии была послана и в рай военкомат так что отцу полагалась отсрочка от всех видов военных сборов и мобилизации на время сдачи экзаменов и обучения академия художеств все-таки не кот начихал но бумаги одно на деле все ведь по-другому складывается на второй день войны в понедельник всех педагогов педагогов школы где отец преподавал рисование собрали на открытое партсобрание сразу без болтовни предложили всем мужчинам боеспособного возраста записываться в ополчение ополчение фронзенского района и когда спросили кто первый товарищ николай андреевич юсов почему-то вылез из а парты и первым расписался в списке я говорил он мне сам не знаю чего я полез черт меня дернул по был бы дома еще из школы он прибежал домой потому что через час ему надо было быть уже на стадионе динамо откуда уходил фронзенский район мама слава богу была дома она мигом его собрала и не пошла провожать потому что они поругались мама вдруг раскричалась что это несправедливо что он все же нашел лазейку чтобы сбежать из дома от забот от детей от жены я-то потом поняла почему она взбунтовалась она мечтала сама уйти на фронт и ушла бы и сашку пятимесячную и гальку семилетнюю пристроила бы была возможность эвакуировать детей с заводом каучук она превосходно говорила по-немецки остатки бабушкиного воспитания и фамилия ее по деду бабушкиному отцу была рихтер и корни и были прусские плюс еще гто какой-то там высшие ступени но ей была прямая дорога в разведке в разведку и в зои космодемьянские я могу утверждать со стопроцентной уверенностью мама до конца дней своих злилась на отца за то что она не стала героиней войны и на меня с галиной она тоже сердилась потому что мы гирями повисли на ее ногах и она пожертвовала мечтой ради детей меня тогда еще их помине не было но это все равно так что на динамо мамы не было и отца никто не провожал почти месяц от него не было вообще никаких вестей а уже шли бои довольно близко от москвы и вот к матери не хочу уточнять в какой день но уже начался октябрь к маме пришла учительница из отцовской школы и сказала что папин полк стоит где-то в районе дорохова и будет там еще двое суток мать бросилась на вокзал я застала еще кукушечки паровозики которые водили пригородные составы полные подмосковных жителей и дачников москвичей помню мне еще кричали не смей высовывать голову в окно в глаз попадет струя пара бившие из-под колес паровоза летели острые порошинки угля и действительно могли залететь под века и серьезно поранить глаз состав на котором мама ехала в дорохово был последний и пассажиры знали что обратно поездов не будет но кто же думал об этом господи только не моя мама дальше всякая внятность кончается потому что мама не помнит как она разыскала место стоянки полка которому же служил уже числился красноармейцем ее муж мой будущий папа рассказывал она так что мы долго шла полем и полем потом долго карабкалась вверх по какой-то крутой тропинке и когда поднялась на обрыв то увидела за овражком большую большую поляну и березы опушку березовой рощи была золотая осень сухой солнечный вечер и далеко было видно с особой осенней ясностью роща стояла одетая не в багрец оделись и леса а в пиджаки и рубашки здесь видно полку подвезли какое-то обмундирование и люди красноармейцы прямо здесь на опушке на месте переодевались в штат в переодевались а штатское в котором до сих пор были не бросили а из уважения к одежде развесили на березках многих жены одели в лучшее самое крепкое в новое и мама моя говорит что среди всех этих оставленных вещей особенно много было голубых и синих рубашек тогда еще много было молодых русых и голубоглазых парней и мужчин и жены и матери выбирали им то что в цвет глаз вот такая история этот маленький рассказ это начало папиной военной биографии а воевал он очень тяжело то есть практически все четыре года он был на передовой не считая примерно года в общей сложности госпиталей и одного месяца но это особая история как он повстречался с мамой уже в эвакуации где-то под городом оса в маленькой деревне устинова вот такая история замечательно спасибо большое мы продолжаем программу booking я продолжаю знакомить вас с валентиной николаевной юсовой валентина николаевна а не прочтете ли вы рассказ тоже про вашего отца там где война уже закончилась и но он понятно вот я хочу только маленький да чтобы было понятно насколько отец думал просто и все что в общем я написала войне я же не имею право говорить о войне я же не видела эту войну я ее я в ней родилась но я ее не видела а он все мне рассказывал вот как то что называется по правде как он думал со мной делился то что никто не хотел слушать слушала я маленькая он не все рассказывал и говорил он иногда странные вещи которые тогда особенно но просто не могли прийти мне в голову ну что мне вот например он утверждал что война удручает и сводит с ума однообразие каждый день одно и то же война то еще и ужасная скука это представить невозможно как скучно на войне уже такое в самом деле то стреляют там бомбят каждый день каждый день то у тебя дизентерия то лошадь на ногу наступила и ты идти не можешь что жрать тебе нечего то спать тебе негде а бывает и то и другое вместе иной раз так подступит что думаешь убили бы меня что ли потом конечно назад передумаешь жить то все равно хочется у нас никто об этом не написал не сказал люди на войне солдаты то есть очень многое творят от скуки от однообразия хорошо я говорил отец я многое могу терпеть и холод и голод и неудобства всякие и потом ведь я на фронт ушел мне было 37 лет у меня была семья дочь я жену оставил положить не было для чего жить а молодые не удерживали иногда и вот этот вот странный вот отцовский взгляд очень простой очень будничный на войну как бы лишенный героизма он мне в общем передался там где он уже после вот как он своей дочери гали моей старшей сестре подарок покупал называется военторг он пришел домой когда москва уже наполнялась отовсюду вернувшимися москвичами а кроме москвичей приезжими со всего союза военными всякими ответ работниками семейными по наперевшими на освободившиеся места и площадя которые распределялись между ними сверху то есть начальниками и уполномоченными всеми от мала до велика у кого в ведении были ордера на жилищную бронь ими кстати и тогда здорово спекулировали с пропиской особо не рисковали москва была еще на военном положении долго еще была а комнатку выделить или квартирку милое дело москве было немыслимое количество военных больше всего среди них было демонтажников то есть разных чинов и спецов вывозивших из германии изо всех стран сотрудничавших с гитлером технику аппаратуру станки и заводы целые они должны были стать базой восстановления разрушенного нашего хозяйства и должна сказать что по моей точке зрения все это оккупационное оборудование сыграло с нами уже 60-х довольно злую шутку но это потом ясное дело эти вояки не только станки составом привозили они составами тащили многие из них не все конечно заграничное барахло как верно у высоцкого пришла страна лимония сплошная чемодание так и было у меня есть рассказ диван из города данцик о том что и как привозили морячки офицеры сплавбаз дальневосточного флота а это был уже году в пятьдесят первом то есть они привозили просто свои уже вещи с которыми сроднились диваны шифонеры кресла невиданные нами тогда торшеры какие-то японские вазы ни одной незаграничной плошки все добыча победителей папа мне все это объясню по-своему думаю объяснил правильно войну валентина заканчивали совсем другие люди мало кто сорок первого как я дошел до западной границы даже не то что ну и солдат это самая малость сорок четвертого так все поменялось не то что по пятому по десятому кругу в европу то уже вошли другие солдати молодые они настоящей войны настоящей погибели когда он ли нас мы ли его не видели вывод не понимаете первые три года ты не поверишь ведь я воевать то начал мать их с учебной винтовкой трех линейка просверлены в трех местах она мне вместо дубинки только могла пригодиться больше ничего у меня автомат только в конце сорок второго появился слава тебе господи про офицерию я не говорю даже это сволочь сорок четвертого года вот это последнего то вот хода так над нами издевалась все гладкие шинели у всех пошив как влитые погоны сапожки даже не хром шевро бальные сапожки просто у них у офицериков наших были галифе от утюжина на сахарной воде чтобы жестко топырились а складку обрезаться можно стоит перед тобой как бабочка ножку балетную отставит и хлыстиком по голенищу тогда мода была на стеки от трофейные бутылку спирта меняли на офицерский стек вот он стоит хлыстиком себя по икре похлопывает отделение смирно вольно покажи подворотничок расстегнуть ремни показать кальсоны как стоишь туда-сюда почему обувь не надраена сюда туда-обратно был у нас такой просто садист младший старший лейтенант убил его через пару месяцев так мы перекрестились все так были рады он что делал у солдата сапоги не блестят а как им блестеть скажи ты на милость они же брезентовые а если кирзата уж третьего срока она вся разбитая и вот он марш на стенку сапоги надраивать сроку два часа и чтобы не гнуться у меня чтоб полный рост присмотрю а стенка это за землянками бруствер такой высокой защитный это на западной украине было там были места пройти можно только на карачках а выпрямился и дырка во лбу они здорово стреляли и вот этот сукин сын ставил солдата на эту стенку против бендеровцев чтобы он два часа по хронометру по его сапоги свои несчастные блестил а те рады им удовольствие наш ванёк стоит щеткой шаркает они стреляют только песок под пулями фонтанчиком жик-жик-жик-жик это они нарочно мимо целит а потом через час через пол обязательно попадут он и меня был поставил так да я ему в зубы дал и мне красную звезду за это замотали и с войны я ефрейтором пришел так что папку у тебя ефрейтор валька больше не поднялся не выслужил и вот папа наш ефрейтор а это чин солдатский как вы понимаете в декабре 45 года под самый новый год решил гальки дочки старший а то еще не понимал ничего я еще не понимал ничего мне так хорошо было куклу купить говорящую а в военторге ну вот зачем они сломали военторгом не скажите такие куклы были в отделе трофейных товаров дело в том что некоторые победители везли так непомерно много что в конце концов у кого-то там наверху терпение лопнуло и до нам была команда столько-то пропускать а столько-то реквизировать и пускать в продажу военторг поступали очень качественные товары только там можно было купить настоящий золенген опасную бритву самозатачивающимся лезвием шелк штапель габардин коверкот отрезами меха каракуль на папахе например отрезы тут же относили в офицерской ателье тут же с угла был вход в пошивочные цеха с примерочными там шили такие мастера и не только на генералов и полковников но и на генераль и на полковничьих строили и шинели и манто и чего душа пожелает отдельно шили бельгишко батистовые бюстгальтеры на китовом усе со стеганом полукорсетом только там и вот мой папа пошел военторг а там на входе оказывается к пп солдат не пускают только офицерам вход и военные билеты у всех спрашивают отец сунулся его скажем так отодвинули в сторонку я рассказывал он стою как дурак на что-то надеюсь снежище валит народ мимо меня ходит женщины такие фигуристые я замерз весь сапоги промокли они взад вперед все с коробками смеются новый год а я после ранения очень кашлял сильно вот я стою харкаю в сторонку кашляю зачем стою не знаю стыдно домой-то идти этот не кто-то за рукав взял полковник слава богу пехота хоть они эти там особистов много шнырил я испугался даже сейчас думаю а он спрашивает чё тебе солдат нужно закурить или денег дать и за борт шинели полез в карман да вот хотел девочки куклу купить не пускают не пускают ну пойдем со мной мы подходим к патрулю те уже напряглись как суки у них прям глаза засветились они полковнику честь а меня за шиворотцап и тут полковник как даст голоса это мой ординарец не сметь да он тут давно крутится мы его приметили он может какое варьё но тогда я затрясся как припадочный у меня же контузия пропустили полковник меня в боковую дверь толкнул к трофейному прилавку а там этих кукол господи меня даже затошлила детские вещи неловко как-то полковник говорит дайте нам чтоб ходила и мама говорила и вообще нашли лучшую с тебя ростом ходит и песенку гутен морген поет я ее принес галька в нее вцепилась в меня глазища вот такие стали так она радовалась а ты ее валька как подросла и добралась до этой ляльки голову ей зачем-то открутила вот как тебе теперь то не стыдно спасибо валентина николаевна так бы и слушала ваши рассказы но давайте еще поговорим на другую тему ну вот опять про арбат с арбатом связаны имена замечательных деятелей нашей культуры и конечно имя пушкина однажды я смотрела телевизионное ток-шоу культурная революция и там был поставлен такой вопрос а то есть тема тема была такая пушкин нам не нужен ну я конечно понимаю что это несколько такая провокационная постановка вопроса но меня удивило то что многие из выступавших совершенно искренне даже агрессивно утверждали что пушкин нам не нужен вот как вы что вы думаете по этому поводу и что думают ваши ученики которых вы учите литературе нужен ли нам пушкин лермонтов долгорукий арбат то есть все то что с чем связана наша ментальность поняла вас ну говорить чтобы ну во первых о передаче передачи это провокативная у нее задача такая цель такая то с этим что задано то и получаем поэтому с передачи спрашивать не будем мы со слушателей тоже не будем с тех кто там участвует тоже не был никак спрашивать потому что они выполняли свою ролевую задачу это понятно функцию а то что думаю я значит говорит что пушкин нам не нужен это наивно почему наивно очень просто это пушкин это состав нашей крови это состав крови я очень много общалась с людьми которые начиная писать даже когда была студентка лит института которые это затем говорили о том что это было давно уж достаточно которые начинали тасать свой путь в литературе они говорили что пушкин им мешает и и вообще это пушкин очень пушкина все время пытается куда-то спихнуть столкнулся бы не мешал на дороге но это он ведь на дороге ни у кого не стоит что интересно он ведь как говорится до нас особенно и не лезет это мы к нему все время пристаем и мешает не он нам а то что наш состав крови такой можно выкачать из себя конечно эту кровь можно но тогда это уже серьезная операция которая в общем меняет личность и тогда ты уже не ты а кто-то другой и тогда не будем говорить вообще о пушкине а будем говорить так сказать о смене состава крови это личное дело каждого а для собственно моих учеников им приходится преодолевать одну страшную вещь недавно я с ужасом выяснила что пришедшие ко мне в прошлом году ученики в школе не слыхали о том что он убит на дуэли они говорят пушкин умер в таком-то году его чуть он помер то что такой молодой сравнительный вдруг помер они горит не знаю заболев нами они не слыхивали не про дантеса не про роль пушкина в русской литературе они что-то там вы изубрили вот по этому самому на вопрос нику который называется егэ я не против него ради бога дело в том знаете как всякая вещь она может быть опасна в зависимости от того кого она в руках находится зарезать ведь можно и газетным листом поэтому если мы будем рассказывать мне пришлось им рассказывать все о пушкине заново и дальше и разбирать с ними нормально евгения онегина его поэмы его повести и в итоге я получила такое благодарное состояние ума у всех кто сидел напротив меня такое я бы сказала живородящее сознание они начали работать просто как только они погрузились в этот материал они начали работать от себя пушкин не только провоцирует на скандал противников прошло активных воителей супротив прошлого и пушкина трудно называть прошлом я не знаю но можно конечно не даже памятника могут отвезти на реставрацию после этого мы его не увидим но дело не в этом пушкин провоцирует на творчество и боюсь что именно это составляющая творческая составляющая моих учеников кому то мешает не пушкин нет а то что входящие в эту новую жизнь молодые люди хотя творить по своему разумению с той свободой с которой творил пушкин вот боюсь что это кого-то не устраивает я думаю что это не персоналии я думаю что то определенный способ такой с определенный способ воздействия на жизнь какого-то слоя нашего уже достаточно дифференцированного общества я думаю так я тоже так думаю валентина николаевна давайте вернемся к вашей повести ваше детство прошло в коммуналке и вы очень ярко описали быть коммунальное житье после военных лет скажите осталось ли у вас ностальгия по коммунальному жилью житью и может быть вы прочитаете что-нибудь ну там о квартирном быте вашего детства понятно никакой ностальгии никакой упаси господи божий никакой ностальгии по коммунальной квартире по вы так ярко пишите правительство я вам сейчас объясню вот по коммунальной квартире поэтому длинному коридору по которому надо ходить обязательно на цыпочку чтобы никого не обеспокоить поэтому туалету который надо пережидать кого-то кто там уже давно сидит поэтому умывальнику за на который очередь утром ника поэты мокрому белью и поэтому но у меня ностальгия нет не ностальгия у меня бесконечно благодарная уважительная а иногда и свирепо ненавидящая память по тем людям о тех людях которые меня там учили жить которые меня лечили наставляли подкармливали за мной при старом присматривали давали мне пацан по затылку прикрикивали на меня стражили помогали мне давали мне что-то почитать которые мешали мне которые меня пугали которые меня ненавидели я их всех помню и вот это вот что давала коммунальная квартира одно драгоценное качество она давала привычку жить среди людей ни одна девочка в этом году летом ездила в японию она говорит я поняла валентина николаевна почему они все такие вежливые когда ехала я на этом скоростном поезде там открыта эта дорога когда я ехал на этом скоростном поезде мимо вы их вот этих вот полить вот этих участков на ре мелкой нарезки как говорится на горит я поняла им обязательно нужно быть такими вежливыми иначе они друг с другом все перессорятся и просто поубивая друг друга вот эта теснота она в некоторой мере обязывала и воспитывала в терпимости к чужим человеческим качеством она как говорится эгоцентризм детский довольно сильно подавляла одеть и все эгоцентрики за это я благодарна до почитать что очень почитайте что нибудь и к вам почитаю такое такое значит рассказ такой такой и может быть даже не которые называется служба связи нам поставили в квартире телефон с рычажками рожками черный тяжеленький с длинным проводом он был коммунальный его поставили для коллективного пользования но общим собранием всех квартиросъемщиков решили установить его в нашем конце коридора как раз в углу между нашей дверью и дверью анны марковной телефон это было также новый замечательно как телевизор к в н тогда и телефонов и телевизоров было мало а в коммунальных квартирах это было и то и другое просто исключительная редкость у вас квартире телефон есть но вы живете вы позволите я к вам зайду мне позвонить очень надо что вы что у нас телефон звоните в любое время вот это последнее обстоятельство что звонить можно в любое время а подзывать к телефону придется тем кто ближе всех к нему находится очень раздражила мою маму николай ты не понимаешь мы будем бегать круглые сутки туда-сюда а если допустим я сплю или больна ведь это же претензии потом у дверей все время кто-то будет сидеть и бубнить нет я против против и все да ну же девочки бегать будут а бубнить дверь в нашу комнату закроем вот и все зато аппарат под рукой папа позвал меня валентина определяю тебя на службу будешь работник коммунальной связи как позвонят снимает руку говори алло я вас слушаю спрашивай вежливо кого позвать и беги стучи в дверь вас к телефону поняла дочь моя в квартире все мне считали умной девочкой и доверили мне телефонную службу службу связи я сначала торопилась и ошибалась вешал трубку недослушав боялась спрашивать забывал пока бежал по коридору к кому бегу а потом и даже быстро всему научилась очень старалась но делала вид что мне это все хоть фу люди 50-х годов ко всякой технике и аппаратуре относились нервно и подобострастно скорее скорее меня ждет машина такси да какое такси машина ждет ты понимаешь счетчик не щелкает рубли не наколачивает просто стоит машина и ждет там твой знакомый сидит или просто водитель с работой ему сколько скажешь столько он будет ждать но машина как можно да я вас к дому подвезу там же лужи нет нет что вы вы же на машине я так дойду а уж телефон его вообще нельзя зря занимать ни минуточки я звала к телефону как на пожар и мне стали тоже звонить квартира за мою верную службу отплатила мне разрешением давать телефон друзьям но звонить только по делу слышишь и я дала телефончик двум-трем девочкам из класса и если я говорила по телефону тут могла война начаться я бы разговор не прервала ни за что это же важно я по делу говорю не как-нибудь однажды я заболела не очень сильно надо сказать и мне вызвали врача я сижу жду врача в квартире пусто Евдокия Михайловна в церкви все на работе телефон молчит звонят в дверь я открываю к доктору провожаю доктор разделась руки сполоснула прошла в комнату села к столу ну давай я тебя посмотрю и тут телефон я вежливо извиняюсь и иду к телефону звонит к Санта Маринбах мне естественно я отвечаю она спрашивает она рассказывает я слушаю я же по телефону говорю я же не дурака валяю повесила я трубку вхожу в комнату там врач сидит вся злая красная вот тебе девочка рецепт передашь родителям и вышла сильно хлопнув дверью я думаю надо же меня даже не послушала горло не посмотрела хорошо что рецепт оставила а то ведь не в школу вообще-то справка нужна а то прогулял вечером пришли родители мама сразу спрашивает доктор был да был и отдаю рецепт мама прочитала его раз пять наверное и передала его папе папа старшей сестре Галине и все трое на меня уставились ой думаю это что это не так чем же это я заболела что они на меня так смотрят и вдруг папа встает и вытягивает ремень из брюк но валентина никогда я тебя не драл пальцем не трону а сейчас выпарю мама говорит николай ты совершенно прав но ты я объясни а то мне кажется она не понимает Галина махнула рукой она и не поймет и сбаловали на свою голову и они мне объяснили что главное на свете не телефон а уважение к человеку особенно если он работает и помогает людям еще что-нибудь про коммуналку еще что-нибудь давайте так давайте про коммуналку про коммуналку прочитаю вам рассказ под названием крем-брюле это не совсем про коммуналку это про двор про то как люди вообще друг к другу относились и вообще про двор в конце августа сорок девятого года мне было пять с половиной лет тогда и деньги и цены все было другое папа оставил в столе получку 400 с лишним рублей за полмесяца считать я еще не умела что такое 400 не понимала но знала что для нас это очень большие деньги а раз большие то немножко то можно взять мне так хотелось чтобы у меня как у взрослых в карманчике были деньги и чтобы я могла зайти например в угловой детский мир достать деньги и громко сказать продавщица подайте мне вон то продавщица побежит достанет с полки и принесет мне без разговоров то что я велела а что четырехцветный резиновый мяч чтобы играть им в штандар перочинный ножик ружье с пробочными пульками велосипед вон тот двухколесный который стоял у стены упершись в него вывернутым никелированным рулем как рогами а я гладила его по черной шине когда приходила посмотреть его уже год никто не покупал потому что он был дорогой и никому кроме меня не нужный нет на велосипед не хватит даже двух папиных получек ножик это хорошо но ножик есть чего деньги то зря тратить нет я если я возьму даже немножечко чтобы потратить на себя то это будет нехорошо это будет что я украла а надо взять и сделать доброе дело для всех я вытянула из стопочки две верхние бумажки свернула их положила в карман и вышла во двор я ходила на хмуре с таинственным видом пока все не стали ко мне приставать чего это я тут развображалась тогда я сказала а побежим те все со мной за ворота мороженое есть за ворота мне выходить было запрещено и всем тоже другим строго-настрого но мы все равно бегали и в детские миры в восточные сладости и в магазин табак вы помните я побежала за ворота и все понеслись за мной крича урай размахивая во все стороны руками и в этой куче были не только наши но и ребята из дома 14 с которыми у нас была война и из дома 28 мы добежали до угла арбата где всегда стояли две тележки одна с мороженым другая с газировкой все сходу затормозили а я не затормозила и проскочила вперед так что даже ткнулась в тележку с нарисованным белым медведем что будем брать мороженщица вытерла вафельным полотенцем красные мокрые руки я вынула из кармана деньги развернула отделила одну из бумажек и протянула тетеньке крем-брюле на всех пожалуйста и испугалась что она мне не даст что бумажка какая-то ненастоящая что я ошиблась что это не деньги что нам не хватит и что нас всех сейчас заберут меня-то уж точно в милицию мороженщица подняла коротенькую бровку повертела мою бумажку сунула ее за оттопыренный на груди фартук и открыла крышку морозилки оттуда повалил дым от сухого льда но подходи по одному ребята стали подходить по очереди она всем вручала по пачке крем-брюле а я стояла и следила и взяла свою пачку последней и мы пошли обратно во двор некоторые уже стали лизать на ходу твердая коричневатая как вареная сгущенка жирная крем-брюле а мороженщица закричала мне вслед а ну погоди стой, говорю вернись все сейчас меня заберут с дачу кто за тебя будет брать следи тут за всеми она дала мне еще пачечку разных бумажек кто детям такие деньги дает прям не знаю а дурель прям с этими дитями я скомкала и долго запихивала эти деньги у меня падала мелочь я ее подбирала вот оно что мне еще сдача полагается а ведь у меня еще одна такая же бумажка и поехала мы зажрали крем-брюле и рванули за пломбиром всем дали по пломбиру и я гордо сказала а сдачу мне дали сдачу слух о богатой щедрой девочке из дома тридцать пролетел по староконюшному к нам приходили дети из совсем уже дальних чужих дворов и я кормила всех мы не могли больше есть мороженое и перешли на газировку мне правда предлагали потратить всю сумму в каком-нибудь другом месте например пойти в булочную и накупить пирожных но я твердо отказывалась только на углу только мороженое и газировка больше никуда и ничего я вам скажу почему я боялась что в другом месте в магазине где касса меня раскусят и либо деньги отберут либо выгонят я снова и снова платила требовала сдачу мне было нехорошо от сладкого и толпа моих поклонников заметно подтаяла с краев а денег то становилось все меньше так что даже я уже начала это понимать и мы уже пили газировку не с двойным вишневым а с одинарным а потом перешли на чистую и тут появился папа когда я тупо в очередной раз сказала о сдачу папа навис надо мной и спросил что это я тут делаю и что это все тут делают и откуда у меня деньги и мороженщица закричала радостно так вы родитель что же это вы папаша делаете куда вы смотрите ведь цельный божий день они тут носятся крем бруле видите ли кушают сто рубликов они прокушали сдачу они требуют это же уму непостижимо и отец повел меня домой вот как с тобой жить валентина ведь это же деньги то на питание на семью понимаешь браво ваше детство захватило сталинскую эпоху вот что для вас что в вашей жизни культ сталина все эти арбатские топтуны я ведь тоже арбатские жители кое-что помню этот пресловутый страх который сидел в каждом в каждом кто жил в то время и что эта эпоха для ваших родителей ведь они оба были коммунисты как они относились к этому делу вот как они воспринимали эту эпоху это скажем так непростой вопрос это вопрос очень непростой во-первых отец вступил на фронте в сорок первом он был в коммунистическом ополчении и они вступали ротами по сути ведь они были смертники и шли они как говорится честно воевать но дело не в этом вопрос маминой партийности еще более замысловат и сложен там ее вмешивается и дворянское прошлое но она была очень честным человеком если она верила то верила в партию она верила это я знаю долго и очень трудно а что такое арбатские ну арбатские топтуны ну вы знаете к ним очень привыкли они особенно как говорится в глаза не лезли они были но я такой забавную деталь помню каждый новый год у нас вот 11 уже часов а у нас елка не стоит в 11 часов отец говорил ну же валентина нету елки то все равно нового года не будем пошли а снег всегда был такой большой снег уже все по домам сидят все уже пироги нюхают понимаете уже носятся одеты туда-сюда по гостям так а у нас даже елки нету я вот все слезы такие на глазах и говорит ну пойдем хоть погуляем на ночь гулять и вот мы идем отец говорит ну постой-ка мы доходим до угла староконюшный арбат напротив детского мира отец говорит ну постой-ка тут надо мне и нырь куда-то за угол и там я один раз подглядела долго так было лет пять-шесть я помню один раз я повзрослее когда стал подглядела вышел из подъезда мужичок в этих казенных валенках с галошинами в этой казенной шапочке и вынес отцу из подъезда елку отец дал в день и мы понесли эту елку домой отец видимо с этим а тот подрабатывал а он договаривался чтоб сделать мне маленькой чудо но был страх да был страх вот маленький рассказик я по этому поводу захватила вот смотрите называется ночь во дворе осенью по ночам у нас было страшновато гулка ночью как в трубе все слышно вдруг часа в три кто-то бежит неровно спотыкается но быстро потом еще несколько человек топочут догоняют что эти топают мерно уверенно вроде как бы не особенно спешат или прошел кто-то громко четко каблуки жесткие походка служебная или вот женщина прошла а это ирка сапожникова с работой она в праге посуду мыла сейчас станет на горке и будет орать во все горло мам мам выйди мам ирку когда-то напугал шпана затащила в ее же парадное и теперь ирка боится темной лестнице на второй этаж мать у нее пьет поэтому спит без просыпу ирка так может всю ночь орать отец встает открывает окно ирка иди детка я тебя встречу ага пошла уже это все звуки привычные ну бегают ну орет а еще было что-то на что просыпалась мама она вдруг поднимала голову юсеф тише молчи не становись против окна тебя видно она слезала с кровати опускалась на четвереньки и так на четвереньках подползала к окну выглядывала через подоконник одни глаза сматривалась черноту за окном ты видишь юсеф куда они посмотри они что стоят да стоят это пьяные жень да что ты мне говоришь вон он там маша кому смотри вон машина жень ты встань пол холодный да нету там никого ей богу и это был страх это был такой сложный страх приехали за кем кому но было и что-то смешное ну например вот у меня есть маленькая история которая называется слоники и могу рассказать как сталин например вмешался в мою жизнь если его захватила сейчас минуточку это история о том как мой папа ну жить было в общем довольно голодное и отец нет у меня этого рассказа я пока так начну рассказывать сейчас может быть он и есть отец мой подрабатывал очень так сложненько в артели даватор красный даватор была такая инвалидная артель красный даватор и он очень добивался заказа на портрет стали она рисовала портреты государственных деятелей я до сих пор помню эти ватманы трафареты по которым обязательно по трафаретам чтобы никаких неточностей в портретах не было никакой отсебятины были такие как пробитые аппаратом для выжигания такие дырочки абрис профиля там какого-нибудь маленкова или молотова пол три четверти анфас там все это все раз разрисовано и вот отец набивал эти трафареты а потом расцвечивал хороший художник у него хорошее чувство цвета было это все оплачивалось очень на праздники там вывешивался все такое портреты вождей носили там с собой но самые большие деньги были за портрет вождя соответственно и он этого добивался но я не знаю как он купил все фотографии по моему вождя какие были с усами без усов с трубкой без трубки он его рисовать мог закрытыми глазами наконец он получил дети же нужны же деньги заработали и он получил наконец этот вожделенный заказ на портрет Сталина и сделал его написал принимала комиссия это не про слонников это немножко про другое принимала комиссия а у него был там в той же артели его фронтовой друг Вань Клямин он к нему забежал в мастерскую говорит Николай как у тебя готово тот говорит вот все встать он говорит ты что с ума сошел что такое ты что ж у тебя все прям вот все на месте ничего не поправишь он говорит а как надо а вот как они же начальство взял и мастихийным таким ножом взял и счистил масляную краску снял как бы одну пуговицу Сталина с кителя он говорит смотри что будет ты не понимаешь с ними надо тоже с умом ходит комиссия всякие майоры полковники один генерал дама какая-то с прической говорят ну да да ну хорошо так очень рельефно с характером да очень взгляд хороший схвачен схвачен и тот полковник говорит непорядок какой непорядок пуговка не по усталу не застегнута а сейчас сейчас это мгновенно ну мы зайдем на обратном пути смотрите отец тут же эту пуговку пририсовал и приняли у него приняли и он накупил колбасы сыру какого-то хлеба масла все это принес счастливый совершенно и мы месяц жили сыто просто как не знаю кто мама даже сахар нам давала с собой во двор вы так вкусно рассказываете что начинается вообще тоска по этому бедному по этому полунищему а скажите пожалуйста это люди это люди а скажите пожалуйста а вот сегодняшний арбат как вы воспринимаете осталось ли в нем я подозреваю я так предвижу ваш ответ но может быть в нем хоть что-то осталось хоть даже не в самом арбате а в прилегающих переулках что-то что ну что напоминает вам ваше детство что вам хотелось бы остановиться и посмотреть и что безвозвратно в нем исчезло так вот тут это называется вопрос ну я понимаю да вопрос в сердце вопрос в сердце да да хочется сказать провокационный вопрос утерянно скажем так но плакать я не буду ну скажем так печальный демон дух изгнания витал над грешной землей витает дух арбата но уже изгоняется точно и плотно не надо тешить себя надеждой что уничтоженный однажды безумными людьми арбат как-то восстановится это будет в любом случае новодел это будет улица с иным характером дай бог если сохранится название дай бог если сохранится некий дух арбата дух арбата в людях потому что он все-таки прежде всего в москвичах в людях я верю в то что нашу разношерстную вот эту вот сейчас вот эту вот населяющую москву массу когда-то москва переварит как все она переваривала как хороший котел и будет опять некая общность людей называемых москвичами я в это верю мне хочется в это верить люди которые будут гордиться москвой это и был арбат вы понимаете какая вещь арбат ведь это особая улица дело в том что наполовину то был понимаете вот революция казалось бы страшно резкий слом который семнадцатого года который сломал нашу жизнь да но если вдуматься то мы на вот эту вот платформу новой жизни въехали как бы на салазках культуры девятнадцатого дворянского остаточного века остатков этого обломка во сколько они эти люди старые с их культурой с их привычками манерами они как бы немножечко смешно но подставили себя и мы по ним как бы вот по их знаниям по их привычкам по их манерам по их вот этому настрою еще учителя и учителя врачи интеллигенция какая-то полуинтеллигенция старушки какие-то вот на них как бы вот плавно съехала и если вот судить по литературе например то литература ведь очень многое унаследовала от той русской литературы был некий мостик пусть горбатый но выстроен еще мы сейчас попытались сломать как говорится об колено и сами но мы хотели понимаете люди населявшие Арбат вселенные на Арбат они хотели походить на эти образцы во многом им нравились эти старые люди они с ними в чем-то воевали но многое у них перенимали сейчас воинственное такое отторжение надеюсь это прекратится надеюсь мы войдем в чем отторжение как ни странно не у молодежи я не противоречу себе а у людей такого жизненно активного возраста и активной жизненной позиции у людей которым хочется вписаться в новое время у людей 40-50 лет 30-40-50 лет вот они особенно нигилистическую позицию по отношению к этому Арбату то что мы условно называем занимают молодежь готова принимать все она очень любопытна как всегда даже более чем всегда и я думаю что это ну вот мне не на кого надеяться кроме как на детей я старый человек но я уже так себя чувствую ведь когда мы были детьми Арбат был нашей улицей он был улицей нашего детства вспомните этот детский мир магазин детской одежды где продавались салазки там всякие даже магазин табак где все это было сделано как детская комната совершенно верно вспомните зоомагазин который сейчас ушел куда-то на задворки даже вот эти вот магазины даже те восточные сладости о которых вы говорили они все были как будто для детей а сейчас вот я прочту вместо того чтобы рассуждать на эту темочку я прочту вам два небольших рассказа маленьких точнее таких один рассказ другой как бы картинка о том что такое было для меня ведь сейчас даже не не коммуналка сейчас вот отсутствует например такое понятие как двор двор совершенно верно а двор это общность понимаете и двор это место где человек очень проявляется где он свободнее чем в квартире и он очень проявляется учиться мы выходили на дворы в праздники по дворам ходили на лыжах устраивали во дворах катки все друг друга знали смотрели поглядывали были всякие разные дела вот у меня например с двором моим арбатским связано вот такое вот наблюдение мы ведь не видели наших родителей в любви в том что называется любовь мужчины к женщине я не знаю как устраивались наши родители но ничего грубого про любовь я очень долгое время не знала и это было скажу вам правильно как говорится всему свое время и как какая какой такт какая деликатность была у людей окружавших меня если они грубость своей жизни в наши души в общем старались не поселять иногда я наблюдала нечто что мне запоминалось только оказывалось что это вот оно и есть вот это вот любовь рассказ называется Норвегии Норвегии это были такие коньки беговые мама пошла разбирать чулан и нашла там свои старые Норвегии ботинки с длинными коньками длинными как трофейный кинжал их много тогда сдавали привозили сперва с фронта из германии даже как игрушки а потом сдавали в милицию ножи ну я про кинжалы не хочу очень интересно это все но я буду про коньки тут у меня маленький кусочек про ножи не буду про этого эти норвегии которые мама нашла в чулане так и назывались у конкобежцев ножи как на таких катались только у наших ребят давно были гаги вот эти да а эти николай посмотри-ка хорошие совсем не заржавели даже отец размял кожу ботинка сунул руку внутрь целые и не ссохлись шнурки только ну шнурки то это мы наладим он взял у мамы ботинки с ножами и положил на подоконник рядом с письменным столом чтобы на глазах были а то этот мастер ломастер отец посмотрел на меня живые из них ремней нарежут смотри а я не собирался ничего такого подумаешь хотя на же эти можно было отвинтить спилить все что торчит напильником сделать рукоятки из черного вара еще и фехтоваться во дворе со звоном клейков рубиться как рыцари ну ладно нету и не надо я же ничего а папа вечером натер и потом еще сверху густо намазал эти корявые ботинки касторкой и положил их на дрова у печки у нас тогда еще топилась печка утром ботинки были мягенькие и с матовым блеском как из магазина потом отец достал большую катушку суровых ниток и начал видеть шнурки на медную дверную ручку он накидывал длиннющую прядь ниток отходил на всю длину натягивал быстро сучил в ладонях крутил натянутую прядь в одну сторону так словно добывал огонь при помощи палочки у гальки в учебнике я видел картинку древней лохматый голый полинезийц сидя на корточках добывал огонь как непонятно я попробовала натерла руки и все нитки у папы скрутились в веревочку отец снял петельку с дверной ручки поднял веревку она закрутилась влево расправилась отец быстренько завязал пузелку на обоих ее концах слону не разорвать он подернул шнурок в стороны тот загудел как струна второй шнурок он скрутил еще быстрее вдел их ботинки зашнуровал хоть на рынок отнести неделю бы питались честное слово потом он занялся ножами полировал точил пробовал ребра лезвий на остроту на ноготь если снимает с ногтя тонюсенькую правильную стружку ничего значит нормально точены мама пришла с работы и отец вручил ей готовые вычищенные отполированные коньки с ботинками на я тебе их еще молотком отбил чтоб носок не давил нога-то уж небось не та не молоденькие мы мама бросила сумочку на стол села на кровать и стала примерять ботинки прямо на чулки отец бросил ей под ноги старое полотенце которым только что протирал лезвие встань встань и мама встала на коньках пряменькая юбку приподняла над коленками полюбовалась те ноги Николай те так я и сам вижу эх Женька ты моя а через день как снег повалит а потом как морозы ударили неделю по радио передавали занятия в классах с первого по четвертой отменяются и в следующее воскресенье Егорыч с тетей Наташей из двух бронспойтов залили вокруг тополя каток тогда по дворам заливали коньки катки где настоящие с фонариками а где как у нас ледяной пятачок окруженный снежными сугробами облитыми водой для крепости и ухтыканными сухими елочками и вот когда каток опустел когда стало совсем темно когда отзвонили куранты на спасской башне папа с мамой пошли во двор на каток я смотрела из кухонного окна как луна светит как лед блестит как неподвижная папина тень пересекает лед а мамина летит по кругу кухонное стекло заинделело и ничего больше я в продышенный мной кружочек не видел замечательно по-моему это рассказ о любви вот это замечательно я вспоминаю свой двор у нас во дворе посредине рос огромный клен а у вас росло дерево какое-то дерево это вообще дерево в русской жизни вообще в жизни всех это вещь изумительная Цветаева говорила мне ничего не надо если есть стол окно и дерево за окном это дерево за окном мне не нужно лесом это непременно принадлежность в каждой хорошей биографии кстати деревья вот такие деревья знаковые дерева вот раньше посреди поля росли как правило дубы в поле и в центре дуб что это такое мы не очень понимали и не понимаем сейчас стараемся это срубить уничтожить а ведь это память жизни память быта все заметет ничего от деревни до деревни темно страшно метель знак вот и идешь от дерева до дерева от межи до межи от поля до поля а еще от церкви до церкви звон от звона до звона вот эти вот межевые дубы по центру и поле строилось по центру вымерялось от дуба вот это было время полей деревьев и так далее на заднем дворе у нас Ростополь читаю рассказ на заднем дворе у нас Ростополь кстати и об отношении к Сталину мне кажется и вообще ко всем этим делам на заднем дворе у нас Ростополь я таких больше в Москве не только в Москве не видала он был старый шесть обхватов его взрослые наши ребята обмеряли шесть обхватов точно раскидистый крепкий как дуб когда Москву спешно начали озеленять к фестивалю молодежи и студентов спешно начали по всем дворам раздавать тополиной стволики тополь ведь растет даже от колышка от обрубка воткни его в землю поливай и он на следующий год зазеленеет сейчас их терпеть не могут из-за пуха а тогда они довольно сильно осушили все низинные дворы где все лето и осень цвели непереходимые лужи тополь хорошо воду тянет это надо запоминать кстати и пух тогда по Москве не летал в таком количестве топольки были молоденькие еще не цвели а зеленение потребовалось не только из-за фестиваля но и потому еще наверное вы помните что один за другим над москвой пронесли два мощных урагана ох множество старых лип в центре тогда погибло и жаль мне их было невероятно помню мы ходили и обрывали ветки полной цвета как раз липы цвели запах был такой хоть выходи на двор и чай пей так медом пахло от этих обрушившихся лип но наш тополь был особенный он и цвел а никому не мешал и был у него такой обычай он выпускал сережки в ночь на 1 мая всегда по календарю ни раньше ни позже когда он распускался то небо над ним сквозь эту дымку еле заметных едва проклюнувшихся листочков казалось мне голубей голубого а тут еще сережка голубятник выпускал своих трубачей монахов черно-чистых у него голубятня была трехэтажная над сараями настоящая он был взрослый ни фраер какой-нибудь ни пацан ни урка к нему солидные покупатели с птички приезжали торговались так что вот-вот завалят глядишь нет все чин-чинарем поорут поорут и с корзинками под ручкой с покупками расходятся по сторонам а в корзинах специальных с двумя крышками гуркают почтари у сережки и турмана были вот птица удивительная у меня до сих пор сердце останавливается когда вспомню как он их гонял турман сперва широкими кругами ходит а хозяин его свистом и погонялом шест с тряпкой ну это все знают его вверх гонит гонит круги все восходит круче круче все острее острей а свист его на такую высоту уже загнал что и точки белые не видать только высота голубая голубь как растворился в ней мальчишки снизу кричат ушел ушел на смоленку пошел вон он вона а сережка из-за пазухи голубку как положено вынимает и на ладони ее между пальцами лапки придерживая и крылья прижав небо покажет и из пустой синевы падает белый шарик кувырк 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 а мы внизу считаем раз два три десять пятнадцать двадцать как-то я сорок два насчитала турма когда вниз падает кувыркается через голову а крылья только в последний момент раскрывает метра за три перед посадкой вот это и есть для меня первое мая тополь бордовые мохнатенькие сережки чистое небо и белые голуби носятся кругами над нашим двором над домом и надо мной конечно потому что я им была не чужая голубям мне дядя сереже их кормить поить доверял я к нему на сарай лазила а с сарая по лесенке трапу на верхний ярус голубятни мне казалось я там самое главное выше всех и совсем одна и еще конечно на 1 мая был парад на красной площади этого мы видеть со двора не могли но в соседнем доме 14 кто-нибудь с верхнего этажа девятиэтажного кирпичного дома это был очень высокий этаж непременно выставлял в окно приемник и включал его на полную громкость а мы ждали главного впечатления вот диктор синявский кричит в микрофон только что товарищи по красной площади торжественно прогромыхали наши танки площадь замерла все замерли в ожидании секунда тишины товарищи и тут над нашим двором с таким низким и тяжким гулом что уши закладывала а верхушка тополя трепетала и волновалась проносилась звено за звеном самолеты низко звено за звеном фразами сталин слава сталин слава да что там сталин не в этом дело а мы видели эти самолеты за секунды до того как этот жигул потрясет красную площадь мы раньше ура ага мы раньше осенявский ура товарищи вот они славные наши соколы и вот однажды я потом где-то прочитала что это был один единственный раз и что это была трагедия больше так не рисковали раздался не гул моторов а рев такой что хоть падай на землю такой что с крыш полетели ошметки старого толя и над нашим двором пролетели уже не бомбардировщики а впервые участвовавшие в параде реактивные истребители и мы оглохли ослепли а в глазах как пронеслись так будто и отпечатались навсегда серебряные стрелы и все вот замечательно скажите пожалуйста что действительно синявский комментировал парады там был не только но и он тоже обязательно все дикторы радио обязательно и артисты и поэты и там он же долго долго шел этот парад комментировали парад и демонстрацию но парад как правило поручали опытную диктором они очень точно реагировали на смену кто когда что а демонстрации были более спонтанные чем стали после вот сталинской потому что я хорошо помню как мы с подружками со двора втыривались в эти самые колонны демонстрантов и шли туда можно было запросто можно было запросто принимали очень хорошо радовались да вообще вот видимо что ли они были необходимы праздник дело же не в не в этих флажках портретах и всем остальном нет песни танцы я вам расскажу одну старую историю продавались про отношение к символам эпохи к портретам вождя например есть у нас еще какое-то время немножко есть да у меня был мой учитель великий учитель Татьяна Алексеевна Боброва в вечной ей память это дочь начальника дочь одного из челюскинцев комиссара челюскинской экспедиции Алексея Боброва их выслали в Казахстан там были немцы по Волжье ей повезло сперва выслали ее мать а потом ее с дочерью но оказалось что они в одном лагере и лагерь такой был довольно вольный их выпускали на работы ну члены семей врагов народа но их выпускали в общем то там был довольно сурово но вольно по насилию по степени насилия такого и вот 7 ноября 7 ноября значит вы выпихнули или не помню то ли 7 ноября то ли 1 мая в общем было очень жарко очень 1 мая видимо было очень жарко они стоят и значит всем дали по портретам ну представляете вообще комичность этой сцены стоят зэки с портретами всех вождей а перед ними проходит такой маленький парад охраны и значит с трибуны выступает начальник лагеря о том что вот такой советская власть праздник всех трудящихся о том что мы все должны радоваться длится это и длится и длится и длится а впереди Татьяна Алексеевна такой молоденькой стройненькой рыженькой и ее мамы стоит немец макс по-волжски немец рыжий красивый аккуратненький даже вот в этой вот робе он все равно какой-то очень складненький и он держит огромный тяжеленный портрет Иосифа Виссарионовича на таком штанкете он его держит ему очень тяжело и жарко и он уже на втором часу этого говорения он начал его немножечко так перекладывать и так переносить центр тяжести несколько вождя беспокоить и мама Татьяна Алексеевна зечка сказала дочери возмущенно ну ладно мы ну уж он то мог бы его держать как след это была война Валентина Николаевна это все сложно все сложно очень сложно слушать вас огромное удовольствие спасибо просто жалко что кончается наше время и я не могу вам задать еще много-много вопросов на которые вы так интересно отвечаете дорогие слушатели живого телевидения вот вы познакомились с интересным особым человеком Валентиной Николаевной Юсовой вы очевидно поняли какой это особый человек давайте пожелаем ей и ее талантливой повести успеха и долгих лет жизни беседу вела Анна Мас всего вам доброго спасибо вам большое всего доброго и жаль не 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 ни не Продолжение следует...